Продолжаем знакомство со Special и сегодня про создание и оформление виртуального пространства. Значит, у вас здесь есть профиль. А в профиле информация о ваших пространствах и о том, есть ли у вас фолловеры. А также сколько человек побывали в ваших пространствах. Здесь же вы можете создавать новые пространства. Давайте создадим. Тут есть зона творчества, тема отдельного урока, который я скорее всего не сделаю. Кроме пространств тут можно создавать аватары. И есть тут небольшой набор бесплатных пространств с возможностью загрузить собственное. Делается не очень сложно, подхватывает множество расширений. Для создания вполне подойдет блендер. Но мы выберем что-то из бесплатных. Можно даже цвета поднастроить. Все пространство готово. Ждем проявления. Проявился. Тут можно поменять название. Добавить описание, теги и превью. Нужно добавлять, превью будет появляться при расшаривании и так далее. Это галерея. По стенам висят рамки, в которые можно вставить работы. Это то, что я уже загружал ранее. Вот, появилась мышка. А вообще загружается, как несложно догадаться, кнопкой upload. Пусть будет мотоцикл. А вот такая красота. Вы можете открыть его во весь экран. Ну и посетители вашего пространства смогут сделать тоже. И вы можете добавить по нему информацию. Ну то есть по меньшей мере для проведения виртуальных выставок тут все сделано идеально. Сами картины вы можете двигать, если кликнуть по углу фотографии. Значит, у меня не получается. А, заблокировано. Кстати, именно здесь и это правильно. В предыдущем пространстве все было не заблокировано и это было неправильно. Вот, разблокировали и теперь мы можем картину перемещать. Причем крутите ее в 3D, а для тех, кто не работал в 3D, первое время это может быть непривычно. Но сейчас нормально все приклеилось. И возьмите себе за правило, когда закончили редактировать, блокируйте картины. Иначе, когда будете ходить по пространству, периодически будете их хватать и закидывать не пойми куда. Значит, как можно редактировать? Да, как угодно. Увеличивать, уменьшать, двигать по всем осям, крутить, вертеть. Ну, в общем, все, что обычно делается в 3D. И вот это тоже обычная история для 3D. Кажется, что картина висит на стене, но она не висит на стене. Это она у нас по Z-оси. Ну, примерно так. Что еще можно делать с изображениями? Их можно дублировать. Можно дублировать, но чего-то они не дублируются. Сейчас отключусь. Выяснил, проблема в 3D. Она дублируется, но как бы вглубь. То есть в данном случае за стену. Видите, она появляется как бы за исходной. А так как изначально картина висела на стене, за стеной все копии и остались. И что еще? Еще можно добавлять изображение слету, что называется. То есть добавляем изображение плюсиком, и он спрашивает, вставить ли в ближайшую рамку. Да. И он вставляет. При этом можно не вставлять в рамку, и тогда он просто вставит как изображение. Но если добавить сюда рамку, то это будет очередная картина на очередной стене. Кроме изображения сюда можно добавлять 3D объекты. Как свои, так и оставленные разработчиками. Их немного, но в целом оформить пространство можно. Можно, например, зеркало вставить. Красивая штука. И еще можно расшарить экран. Тоже эффектно достаточно получается. Тоже в 3D. И можно еще рядом с экраном зеркало поставить. Класс. Можно писать сообщения. И чтобы не писать самому себе, давайте кого-нибудь пригласим. Значит все, у кого есть линк, могут видеть. То есть смогут зайти, но не смогут ничего редактировать. Берете линк, отправляете кому-то. И вот он, этот кто-то появляется. Значит можно включить микрофон. Пообщаться. Можно написать в чате. Вот тут настройки. По звуку, ну и по всему остальному. Полезная штука – аудиогрупп. По умолчанию вы слышите всех в комнате. Ну вот группа дает возможность уединиться, но тут какой-то странный алгоритм. Я не смог поэкспериментировать, но пишут, что те, кто с вами в одной группе, вас как раз слышать не будут. Не знаю. Ну как-то это должно работать. А также тут можно включить камеру. Камера загорается над человеком и можно также развернуть ее во весь экран. По меньшей мере вот отсюда. Ну и в целом про пространство все. Из пространства можно выйти. Вот сейчас наш визави покинет нас. И собственно самое главное. Если вы не нажмете вот эту галочку и не сохраните ссылку на пространство, вы его можете потерять. Потому что в аккаунте у вас его не будет. А вот так оно появится. И у вас, и в сообществе. Но галочка иногда не нажимается, так что если не появится – перепроверяйте. И последнее – это доступ. Значит сейчас у нас все, у кого есть линк, могут смотреть. Можно поставить, что они могут редактировать, но это неверно. Неизвестно, кто к вам придет. Что делать, если вы хотите оформлять пространство с кем-то? Здесь нужно выставить, что вы и приглашенные юзеры могут редактировать. Пригласить кого-то, вместе оформить пространство, а потом уже открыть его для всех. Ну то есть в целом раздача прав тут вполне годная. А я вот кстати думаю, что запустить сюда нейросеть под видом человека возможно уже сейчас. Чуть подкрутить чат GPT, присобачить к нему анализ и генерацию голоса и неизвестно, на какой минуте вы поймете, что общаетесь с компьютером на его, кстати, территории. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.